Девушки отдыхают У нас была заказана лекция по экзистенциализму. Большое спасибо Виталию Скорику, понятное дело. И сейчас мы, собственно, начнем. Так, ну, во-первых, задача непростая, потому что у нас двухчасовая лекция, и, в принципе, нужно пройтись по основным персоналям среди экзистенциалистов, что уже принципиально непросто. С одной стороны, этих экзистенциалистов немало. С другой стороны, каких-то фундаментальных основных персонажей среди них не так уж и много одновременно с этим. И поэтому мы будем касаться как основных персонажей по типу Ясперса, так и будем касаться некоторых людей, которые, ну, якобы, как бы, да, близки к экзистенциализму и чему-то подобному. Вот так вот. Получается, что мы проводим сегодня вот такую вот лекцию, большую-большую обзорную лекцию по экзистенциалистам вообще, в принципе. Что такое экзистенциализм? От слова «экзистенциализме», ну, или от латинского «экзистенция существования». Также философия существования, направление философии 20 века, акцентирующее свое внимание на уникальности бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлением персонализма и философской антропологии, от которых он отличается прежде всего идеей преодоления, а не раскрытия человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы. Вообще следует отметить, что экзистенциалисты, вот когда говорят о том, что континентальная философия – это про эмоции, это скорее литература, это скорее что-то такое, это прежде всего относится к экзистенциалистам, но это не бак, это фича, лучше так сказать, да? Так оно все и задумано, по сути. И если мы посмотрим на ключевые труды философов-экзистенциалистов, именно их труды будут ближе всего находиться к литературе. Да, они будут довольно литературные, в лучшем случае в основном нам придется ждать какое-нибудь там, не знаю, философское эссе, ну, по типу труда Сизифио-Камю, соответственно, да, вот... Ну, просто философское эссе. Ну, либо это большой философский якобы трактат, как у Жан-Поля Сартра «Бытие и ничто», но в нем очень много литературщины, очень много описательных каких-то моментов, конкретных событий. На примере того же Пьера, который выполняет роль такого своеобразного персонажа, который иллюстрирует очень много чего. Ну, в общем, экзистенциализм оказывается ближе всего к литературе как таковой. Это мы видим у Киркигора, дедушки экзистенциализма. Путь будет дедушкой-отцом, дедушкой экзистенциализма. Это мы видим у непосредственно Сартра. Да и у Хайдегера мы это видим, если мы Хайдегера, в принципе, захотим назвать экзистенциалистом. Кстати, Хайдегера мы сегодня тоже будем проходить по одной простейшей причине. Хайдегер оказал сильнейшее влияние на экзистенциализм. Не пройдя Хайдегера, мы не поймем, о чем вообще были экзистенциалисты, зачем они были, откуда они появились. У нас есть, если что, на канале есть лекция по гусарлю отдельная. Если хотите узнать, откуда Хайдегер появился, берем гусарля. Хотите узнать, откуда гусар появился, у нас есть лекция по брентану и брентанистам, соответственно. И Хайдегер пропущен, как вы видите, в нашем лекционном материале. Про Хайдегера ничего отдельно нету, и ввиду этого придется рассказать про Хайдегера отдельно. Ну, вот здесь вот, прямо вот вместе с другими экзистенциалистами. Хотя важно заметить, что Хайдегер сам по себе себя экзистенциалистом не считал, но это буквально фундаментальная персона для этих самых экзистенциалистов. Так вот, существует две разновидности экзистенциализма, ну, их выделяют обычно две. Религиозный и атеистический экзистенциализм. Как это можно прокомментировать? Это прокомментировать можно довольно просто, на самом деле, да? Ну, это довольно условное деление на две группировки, религиозных и атеистических, причем религиозные, ну, это обычно прохристианские экзистенциалисты, такие как Киркегор, например. Опять же, если мы его считаем экзистенциалистом, а не предшественником экзистенциализма. То есть, если Киркегор для нас это первый экзистенциалист, вот он религиозный экзистенциалист. Есть еще Яспер, соответственно, тоже, соответственно, религиозный. Атеистический экзистенциализм, ну, радикально хороший пример, это Сартер, например. Сартер действительно такой человек, который использует всякие марксистские методы, в том числе, феноменологические, ну, и рассуждает о человеческой экзистенции, помимо всего прочего. Да, и у него атеистический экзистенциализм, как пример. Все это мы сейчас скоро разберем. Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Эрмею, экзистенциализм не просто философское направление, а скорее культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражение уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается. И здесь на самом деле трудно не согласиться, просто потому что экзистенциализм – это не какая-то, опять же, философская школа. Вообще, в принципе, когда многие вещи, когда многие вопросы касаются каких-то реалий континентальной философии, мы очень редко можем сказать, а вот это вот философская школа, а вот это вот направление, а вот это вот люди там, да, это обычно какие-то вещи, ну, например, постмодернизм, экзистенциализм, которые мы навешиваем на людей сверху в качестве некоторого такого ярлыка, чтобы их обобщить. Да, вот то же самое приблизительно экзистенциализм. Это не какое-то четкое направление, это, скорее, действительно культурное движение, причем трудно сказать, что оно само, ну, люди, входящие в это движение, все досконально осознавали себя как непосредственно сторонники этого культурного движения, да, то есть это, опять же, такое, в каком-то смысле непроявленное духовное движение. Хотя слово экзистенциализм, оно появилось давно, так скажем, да, и многие люди вообще типа по типу Хайдеггера пытались избавиться от такого клейма на себе, то есть не нравилось им такое клеймо экзистенциалистов. Ну, мы его применяем для удобства, для обобщения. Это как, кстати, философия жизни тоже. Опять, континентальной философии, какой термин не возьми, ну, за редкими исключениями, за некоторыми исключениями, ты всегда попадешь в какую-то обобщающую категорию, которую за собой еще и не признавали сами носители тех или иных идей, например, философия жизни, например, постмодернизм. Вот экзистенциализм здесь довольно близко тоже. Довольно трудно определить, кто является экзистенциальным мыслителем, а кто нет, потому что экзистенциализм не представляет собой единую философскую школу, и более того, когда речь идет об истории экзистенциализма, также трудно подвести итоги, потому что экзистенциалисты могут видеть свои истоки как у великих философов отдаленного прошлого, Аристотель, Платон, Декарт, так и в известных писателей по типу Федора Михайловича Достоевского. Также, в целом, мы можем сказать, что Ницше тоже нередко возводится в такие вот праотсы экзистенциализма. Вообще много кто. Вот человек рассуждает о бытии, присутствии, о чем-то вот таком вот, да, о том, как, не знаю, больно страдателя в жизни существовать, пытается глубоко копнуть в абсурд нашей жизни там или что-то такое. Ну, в принципе, уже можно считать экзистенциалистом. А что писатели делали? Ну, вот писатели большую часть времени и рассуждали о трагичности нашей жизни. Можно сказать уже почти об абсурдности нашей жизни, да, то есть в шаге от абсурдности находились многие писатели, в том числе Федор Михайлович Достоевский. Из плюсов, да, из плюсов, ну, из минусов, точнее, лучше сказать, из плюсов, я не знаю, какие плюсы я смогу подобрать. Я думал, что я смогу подобрать плюсы. Из минусов такого подхода экзистенциализм как таковой размывает границу между писателем, автором, каким-нибудь публицистом и философом. То есть, если мы считаем экзистенциальных философов все-таки философами, то, ну, видимо, мы можем считать философом почти кого угодно. Расширять границу для экзистенциальных философов, это расширять границу определения философии для экзистенциальных философов, это очень смелый, на мой взгляд, шаг. Ну, тем более, что практически все они рассуждали о довольно узком круге таких экзистенциальных проблем прежде всего, да, и ни один из экзистенциальных философов, включая Киркегора, ну, если мы считаем Ницше, Ницше создал систему, но все остальные они не создали систему в основном, да. То есть, они не были большими крупными системными философами, их в основном интересовали вопросы бытия, жизни, присутствия, грусти, печали, ужаса, ничто, там вот это переживание ничто, ужаса от этого всего, отчаяние и так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, как здесь получается как-то так. Ну, давайте, впрочем, отцом экзистенциализма ненапрасно называют Сирену Киркегора. Почему ненапрасно? Ну, по крайней мере, потому что действительно он затрагивает экзистенциальные проблемы в русле такой вот религиозной своей собственной философии. Он стилистически отличается от других философов своего времени, хотя Ницше тоже отличался, но чистым экзистенциалистом Ницше назвать невозможно. Киркегор в принципе, в принципе, в принципе, очень похож, кстати, по взглядам на Достоевского, который тоже нередко возводит к экзистенциалистам или таким притечам экзистенциализма. В общем, Киркегор имеет практически все преимущества для того, чтобы быть названным отцом экзистенциализма, и поэтому это ненапрасно. А с остальными вопрос довольно спорный. Насколько Федор Михайлович Достоевский отец экзистенциализма? Вот черт его знает, да? Насколько Ницше отец экзистенциализма и какое вообще отношение он к нему имеет? Вообще, честно говоря, тоже черт его знает. У Ницше тоже, кстати, свой стиль, да, но при этом у него целостная большая философия, где антология, метафизика условная, ну, не метафизика, в смысле марксистском, что про что-то неподвижное, про что-то внезаприродное, внеприродное, сверхприродное. Что еще там у Ницше? Этика, эстетика, у него, короче, полный философский набор, большая философская система, где все связано. Ницше здесь нам очень сильно не подходит, и поэтому Ницше мы касаться не будем. Смотрите лекцию о Ницше, отдельную лекцию о Ницше, во-первых, и смотрите лекцию о Ницше в моих лекционных материалах по иррационалистам тоже, да, если хотите про Ницше узнать. Киркегора мы не проходили за все это время, ну, и он заслуженно может называться отцом экзистенциализма. Пусть будет так. Все, что было до Киркегора, мы в очень больших кавычках можем назвать притечем экзистенциализма. Очень большое количество источников приписывается к экзистенциализму, потому что они могут это сделать, да, потому что им нравится приписывать как можно больше себе разных притечей. Поэтому давайте не будем дальше зацикливаться на поиске отца экзистенциализма и остановимся на Киркегоре. Это датский философ, 1813 год, 1855 родился он, теолог и писатель, часто считающийся одним из новоположников экзистенциализма. Его философия сосредоточена на индивидуальном существовании, субъективности и важности личного выбора. Одной из ключевых тем в его работах является концепция отчаяния, которую он описывает как состояние, возникающее в результате недостатка подлинности или связи с истинным «я». Учение об отчаянии. Сразу же. Киркегор описывает отчаяние как бессознательное состояние, когда человек не осознает своего внутреннего конфликта и отсутствия подлинности. Он выделяет несколько типов отчаяния. Отчаяние, связанное с отсутствием знания о себе. Человек не знает, кто он есть на самом деле и живет по ожиданиям общества или других людей. Отчаяние, связанное с несоответствием между стремлениями и реальностью. Это следующий пункт, да? Когда человек осознает, что его жизнь не соответствует его идеалам или мечтам. Следующее отчаяние. Это отчаяние, связанное с потерей связи с высшим существом. Богом. Отсутствие духовного элемента в жизни может вызвать глубочайшее отчаяние. Это самая глубокая форма. Также Киркегор выделяет знаменитые три стадии человеческих. Киркегор выводит концепцию трех стадий на пути к подлинному существованию. Каждая из которых представляет собой разные способы переживания жизни. Первая стадия. Это эстетическая стадия. Эта стадия связана с поиском удовольствия и наслаждения. Люди на этом уровне живут в настоящем моменте, стремясь избегать скуки и стремятся к новым ощущениям. Однако, такая жизнь часто приводит к чувству пустоты, отчаяния. Как раз удовольствия в данном случае могут быть мимолетными. Ну и соответственно такая одна из самых низких стадий. Следующая стадия это этическая стадия. На этом уровне человек осознает необходимость принимать ответственность за свои действия и стремиться к нравственным ценностям. Люди начинают задумываться о своих обязанностях перед собой и обществом, что помогает им выйти за пределы эгоистичного существования. Однако, эта стадия также может привести к новому виду отчаяния, связанному с конфликтами между моральными обстоятельствами и личными желаниями. И последняя стадия. Самая высокая по Киркегор. Опять же, запомнили. Эстетическая. Этическая. И религиозная. Да, запомнили. На религиозной стадии человек достигает глубинного понимания себя и своей жизни с божественным. Это стадия, где человек принимает свои ограничения и поддается вере. Киркегор подчеркивает, что это личный и индивидуальный опыт, который невозможно передать через рациональное знание. Киркегор также написал свою известную работу, которая называется «Страх и трепет». Вообще у него много работ, но мы разберем страх и трепет и еще парочку, насколько я помню. Я еще парочку туда внес. Так вот. «Страх и трепет». Одна из книг Киркегора. Киркегор признает всех закантом, что с этической точки зрения, жертвоприношение сына было просто убийством. Но Авраам по Киркегору перешагивает через все этическое, и вне его он обретает более высокую цель в отношении, которые он и устраняет этическое. Киркегор говорит о теологическом упразднении этического, возможном для человека, живущего религиозной жизнью, в противоположность людям, живущим по терминологии Киркегора эстетически или этически. Парадокс веры таков. Единичный индивид выше, чем всеобщие, то есть всеобщие моральные нормы. Существует абсолютный долг перед Богом, по сравнению с которым этическое оказывается сведенным к относительному. Авраам – рыцарь веры, верующий силой абсурда. Взяли. Силой абсурда. Схватили. Схватились за силу абсурда. Это нам очень сильно понадобится в будущем. Тема абсурда в экзистенциализме – это одна из основных тем, с которыми мы просто будем обязаны иметь дело, которое просто необходимо обсудить будет. Да, опять же, здесь мы на абсурде зацикливаться не будем, потому что у нас есть философы, которые буквально создают такие направления внутри экзистенциализма, как, например, абсурдизм. Но при этом, но при этом, просто обратим внимание, просто обратим внимание, что у Киркегора это уже есть. В будущем это нам понадобится. При этом его вера не является верой в то, что Бог отменит свое приказание или верой в будущую жизнь. Авраам собирался совершить жертвоприношение и при этом верил в противоречие, в то, что он состарится на этой земле, почитаемый своим народом, благословенный в своем роде, незабвенный в Исаке, любимейшим в его жизни. В страхе и трепете Киркегор подспудно спорит с тезисом Гегеля о том, что человеческие представления о добром и справедливом предопределяются традициями и нормами соответствующего общества. На примере Авраама он демонстрирует, что для подлинно верующего человека высшей нормой становятся не правила и обычаи его сородичей, а диктат высшего божественного порядка, вера, которую окружающие его люди этического и эстетического типов могут воспринимать как нечто абсурдное. Причем, заметьте, потом абсурд в философии экзистенциализма будет буквально абсурдом. Мир абсурден, он переполнен страданиями, он ужасен, он отвратителен, в нем происходят какие-то страшные вещи, и мы постоянно пребываем в этом абсурде, непонимании. Абсурд понимается с негативной позиции, обычно. У Киркегора посыл хороший имеется в виду. То есть абсурдные действия рыцаря веры, верующего вот этого человека, находящегося на религиозной стадии, они на самом деле не так уж и плохи, они не трагичны, и это во многом разрешение многих проблем. Ну как, они трагичны, конечно, и человек может впадать в отчаяние перед божественным, перед религиозным и так далее, так далее, так далее, и безусловно, ужас перед божеством, трепет, трепет перед божеством человек испытает, да, прикоснувшись к религиозному, это безусловно. Но при этом, но при этом, данный абсурд, он не просто неизбежен, да, он желателен, он желателен, да, то есть, если Камю, которого мы будем изучать позже, хочет создать бунт против абсурда, то Киркегор здесь, он нам показывает, что на какой бунт к этому абсурду стремиться надо. Вот на этической, эстетической, эстетической стадии, вот они люди вне абсурда проживут, ну как, условно вне абсурда живут, по сравнению с тем, что в религиозном будет, да, состоянии. А в религиозном, вот то, что в религиозном происходит, это им кажется абсурдом. Это же, по сути, кажемый абсурд выходит, и этот абсурд, к которому стоит стремиться, до которого стоит дойти. «Рыцарь веры», это не книга, это все еще подразделчик такой, который мы рассматриваем, Киркегор противопоставляет рыцаря веры, трагическому герою, который в конечном счете не выходит из рамок этического. Хотя бы в его действиях, на поверхностный взгляд, и было нечто подобное поступку Авраама. Так в качестве примера рассматривается сюжет трагедии Эвредипа и Эфигения и в Авлиде, в котором Агамемнон вынужден принести свою дочь Эфигинию, Эфигинию, да, в жертву богам. И библейский персонаж Иефай, который тоже по обету приносит дочь в жертву, такой трагический герой может вызвать сочувствие или даже восхищение, но рыцарь веры находится в эксцентральном одиночестве, потому что он не мог бы рационально объяснить свои действия, его никто не может понять. Киркегор указывает, что, например, Иефай исполняет обет после победы над иноплеменниками, но смерть Исаака, напротив, никому не принесла бы пользы. Таким образом, Авраам был поставлен в ситуацию, когда от него требовалось верить силой абсурда, и он выдержал это испытание. Философские крохи. Это уже тоже текст. Это отдельный текст Киркегора. Сеор Киркегор задумал работу как ответ гегельянству и попыткам историко-критического прочтения Нового Завета, предпринятым Тюбингенской школой. Книга Киркегора вышла за пределы злободневных дискуссий 1840-х годов. Центральный вопрос книги – историчность не писания, а самого, собственно, пришествия истины, чья вечность реализуется в человеческой истории и не имеет другого осуществления, кроме временного. Главной темой книги стала обращенная готовность религии бога-человека предложить себя в качестве такого парадокса. Философ пытается осветить принципиальное различие между философским взглядом на жизнь и богословским, противопоставляя эти взгляды. Киркегор утверждает, что вера имеет решающее значение для богословия, поскольку она не может быть предметом рационального мышления. Ну и последний текст, который мы разберем у Киркегора – это «Болезнь к смерти». В сочинение датский мыслитель стремится привести читающего к христианской вере. Христианин – единственный, кто знает, что такое смертельная болезнь. Он черпает из христианства храбрость, которая так не достает естественному человеку. Храбрость, получаемую вместе со страхом от крайней степени ужасного. В основу тематического зачина, давшего название «Болезнь к смерти», положена евангелическая притча о воскрешении Лазаря. Киркегор в этом произведении утверждает, что отчаяние – это грех, но отчаяние перед Богом – надежда на спасение. Я бы тут заметил, что, опять же, мы видим вкус грядущего Хайдеггера, во-первых. Вот это, собственно, болезнь к смерти, как бытие к смерти. Но у Киркегора, понимаете, вот это бытие к смерти осознает прежде всего религиозный человек и может его, так скажем, с ним иметь дело. Религиозный экзистенциализм, он содержит в себе некую надежду, чтобы вы понимали, да, надежду на спасение, на воскресение, надежду на то, что Бог как-то нам поможет и что-то вот такое вот, да. Потом же уже атеистический экзистенциализм, он эту надежду потеряет во многом. И тот же самый Камю, опять же, окажется в абсолютно заброшенном мире, где, ну, собственно, ему придется жить в этом самом абсурде окружающему. Хайдеггер окажется в заброшенном мире, осознавая свое бытие к смерти. И Бог никакой Хайдеггеру не помогает, по сути, в данном случае. Да, Хайдеггера Бог не спасает, не дает ему надежду на спасение. А у религиозных экзистенциалистов, несмотря на все ужасы жизни, несмотря на все болезни, недостатки и так далее, так далее, так далее, несмотря на все отчаяние, которое мы испытываем перед каждым уровнем этого самого отчаяния, включая религиозное отчаяние, да, у нас все равно сохраняется некая надежда. Следующий мыслитель, которого я по мановению волшебной палочки отнес к экзистенциалистам, ну, по крайней мере, это влиятельный мыслитель, которого мы до сих пор не разбирали, вроде бы не разбирали, да, это Бильгельм Дельтей. Вот. Немецкий философ и историк, который занимался развитием философии духа и попытался создать понимание человеческой жизни, которое бы отличалось от естественно-научного подхода. Его работы заложили основу для феноменологии, герменевтики и экзистенциализма. Дельтей полагал, что методы естественных наук, основанные на объяснении, не могут быть применимы к изучению человека и его внутреннего мира. Он предложил разделение науки на естественные науки и гуманитарные, науки о человеке. Где последние фокусируются на понимании субъективного опыта. Дельтей экзистенциализм. Дельтей повлиял на экзистенциалистов, хотя сам напрямую к этому движению не относился. Экзистенциалисты, такие как Хайдеггер и Сартер, разделяли его интерес к человеческому существованию как феномену, который не может быть объяснен научными методами. Они унаследовали от Дельтея идею, что жизнь должна быть понята изнутри, через непосредственный опыт. Для Дельтея важной темой было понятие историчности человеческого бытия. Он утверждал, что человек живет не в абстрактном мире идей, а в конкретном историческом и культурном контексте. Это перекликивается с тем, как экзистенциалисты подчеркивают уникальность каждого человеческого существования в определенной ситуации. Вклад Дельтея, герменевтика. Дельтея разрабатывал методы интерпретации текстов и культурных артефактов, предполагая, что понимание человека включает в себя историческое и культурное контекстуальное осмысление. Жизнь как центральное понятие. В отличие от абстрактных категорий классической философии, Дельтея фокусировался на понятии жизни и конкретного опыта. Таким образом, Дельтея сделал значимый вклад в развитие философии, подготовив почву для более поздних экзистенциалистских размышлений о человеческой жизни, свободе и ответственности. А вот сейчас внимательно. Мартин Хайдегер. Мартин Хайдегер, друзья. Мартин Хайдегер – это база. Так, для начала второй раз или третий подчеркнул, что Мартин Хайдегер не любил называть себя экзистенциалистом. Да? Да. То есть, он себя к этой группировке не относил. В принципе, также Мартин Хайдегер, он откололся от Гуссерля. Ну и, собственно, Гуссерль, считая уже его бытие и время, не очень хорошо прокомментировал эту книгу, по сути. Зафиксировав очень большой отход от феноменологии. Мартин Хайдегер, Мартин Хайдегер, да, при этом всем повлиял на герменевтику. Безусловно, повлиял на герменевтику. Мартин Хайдегер, безусловно, повлиял на экзистенциализм, что нам принципиально важно. И мы сейчас будем рассматривать его. Основной труд Мартина Хайдегера – «Бытие и время», опубликованный в 1927 году. В нем Хайдегер задается вопросом о смысле бытия, который, по его мнению, был забыт в западной философии. Бытие и время. Но если вы читали «Бытие и время» в переводе Бибикина, я вам, как говорит, соболезную. Более того, «Бытие и время», как основной труд Хайдегера, мне кажется, немножко переоцененным среди трудов Хайдегера. По крайней мере. Потому что Хайдегер, даже в своих дневниках, в черных хитрадях так называемых, уже будет довольно критически высказываться о бытие и времени. И, честно говоря, Хайдегера… Ну, недостаточно прочитать «Бытие и время» для того, чтобы понять Хайдегера. Чтобы в «Бытие и времени» не затрагивается очень большое количество вопросов, которые для него будут для Хайдегера фундаментальны в конечном итоге. Короче, «Бытие и время» там далеко не все. Знаете, есть вот у философов так называемые «магнум опусы». Это произведения, в которых как бы вся база, вся суть, вся сущность. Все. Можно взять, вот это произведение прочитать, и вот в это произведение автор заложил все свои исследования, так или иначе подвел итоги всем своим работам и так далее, так далее, так далее. «Бытие и время» — это не такой текст. В общем-то… Наверное, «Бытие и время» — это один из самых систематичных текстов Хайдегера. То есть, это полноценная книжка, полноценный философский трактат. У него есть другие работы, в которых раскрываются разные аспекты его философии. Есть «Черные тетради», в которых тоже разные аспекты его философии раскрываются в разное время. Ну и, соответственно, к сожалению, Хайдегера носят на виражах. Носят на виражах, и в разных работах он пишет периодически довольно разные вещи. И интересуются разными проблемами. Их можно все увязать во что-то единое, но, видимо, не хватает. Магнума опуса Хайдегеру не хватает, так скажем. И «Бытие и время» им не является. «Бытие и время» — это одна из важнейших книжек философии Хайдегера, конечно. Она хорошо суммирует определенный этап в размышлениях Хайдегера. Вот этим она является. Но она не суммирует все результаты работы Хайдегера и всю его жизнь. И, прочитав «Бытие и время» Хайдегера, вам придется дочитывать очень большое количество других книжек. Даже если вы зачтете «Бытие и время» Дадыр. То есть, ну, не у всех философов оно так устроено, так скажем. Основные идеи Хайдегера. Давайте попробуем разобраться. Вопрос «Бытие». Хайдегер полагал, что западная философия упустила основной вопрос. Что значит «быть»? Он стремился вернуться к истокам философского размышления, исследуя само понятие «бытие». Дассайн. «Бытие в мире», «бытие присутствия». Как его еще там обзывают? Как его еще там называют? «Бытие здесь». То есть, да, очень часто подчеркивается, собственно, такая временная характеристика в переводе. В переводах характеристика заброшенности, присутствие, да, тоже как-то вот так вот. «Бытие присутствия» тоже как вариант перевода. То есть, вот дассайн, мы как бы вот здесь вот будем вращаться вокруг вот таких вот образов местности. Да, местности, заброшенности, помещенности куда-то. «Бытие и время», кстати, вот где Хайдегер раскрывает этот свой дассайн, это текст «Бытие и время». И вот получается, дассайн, он в книжке «Бытие и время», он как бы имеет характеристику и временности, заброшенности во время, да, и присутствие пространства, и пространственной заброшенности в том числе. Так вот, дассайн, дассайн, это не просто человек, а существо, которое осознает свое существование в мире и способно задавать вопросы о смысле бытия. Человек, как дассайн, всегда брошен в мир, ну или заброшен в мир, опять же, у Бибихина это переводится как заброшенность. Заброшенность. Вынужден существовать в условиях, которые он выбирал и действовать в них. Время и временность. Одной из ключевых идей Хайдегера является концепция времени. Он считает, что понимание бытия невозможно без осмысления времени. В отличие от объективного измеримого времени, хронос, временность человека связана с тем, как мы понимаем и переживаем свою смертность и конечность. Человек осознает свою конечность через смерть, которая формирует его бытие. Бытие к смерти, так называемое. Не помню, будет ли дальше про бытие к смерти, но здесь фундаментальной концепцией Хайдегера является бытие к смерти. У Киркегора мы только что недавно, если вы помните, вы помните же, наверное, мы уже затрагивали тему смерти. И, так скажем, тот самый человек, христианин, верующий, он подлинно осознает эту смерть. Ну, Хайдегера, не будучи христианином, в данном случае тоже ее осознает, свою смертность. И в этом плане, да, он как бы восходит к Киркегору, действительно. Заброшенность и забота, заброшенность и забота, две такие темы важные. Человек заброшен в мир и должен заботиться о своем существовании. Причем, ну тут слово забота, оно скорее имеет такой, не знаю, более абстрактный, более философский характер, чем там, ой, какой я хороший, там, нарциссик, все дела. Не-не-не, здесь речь не про это, здесь речь про, хочется сказать слово озабоченность, но слово озабоченность у нас в русском языке имеет коннотацию того, что ты похотливая сволочь, короче. И это не подходит, да, вот если мы идем в слово образование какое-то, вот, слово озабоченность, если бы оно не имело контекста сексуального такого подтекста, оно бы хорошо здесь смотрелось, я бы его употребил. Потому что если смотреть на слово образование, интуитивно хочется сказать именно, что это озабоченность. Но в контексте употребления так сказать нельзя, потому что это люди неправильно поймут, да. Это ощущение заброшенности придает человеческому существованию экзистенциальное напряжение, так как мы осознаем свою конечность и ответственность за жизненный путь. Ну, опять же, все еще с заботой, и так хочется прояснить, что это непростая человеческая забота, это не когда мать заботится о сыне, но метафорически похоже, да, метафорически похоже. Это что-то все-таки более интуитивно так смотрится, как нечто более абстрактное, более такое вот... Ну, в общем, вы понимаете, да. Надеюсь, вы меня поняли, соответственно. Подлинность и неаутентичность у Хайдеггера. Хайдеггер утверждает, что человек может жить либо аутентично, либо неаутентично. Аутентичность подразумевает осознание своей конечности и принятие ответственности за свою жизнь. Неаутентичное существование – это бегство от этой ответственности, когда человек просто следует социальным нормам и привычкам. Вот это вот не аутентичный, отстойный, чмочный, а вот, короче, грязный человек, которого надо ботинками своими вот сжать, как следует прижимать к полу и давить. Это шутка, если что, продавить не надо. Хайдеггер так не считал. Но это досман, так называемый. Есть дозайн, есть досман, соответственно. Да, досман – это грязь. Грязь у наших ног, ничтожество. Вот этот самый человек, который просто следует социальным нормам и привычкам, хуй на него, короче, ничто ничтожен. Как же он убог, так скажем, да? Так вот, следующая тема Хайдеггера – это тема забвения бытия. Одной из критических тем философии Хайдеггера является то, что человек в повседневной жизни склонен забывать о фундаментальном вопросе бытия. Поседневность и рутина затмевают глубокие экзистенциальные вопросы, что ведет к неаутентичному существованию. Вот. Техника и современность – следующая тема. У Хайдеггера целая статья есть по технике. В более поздних работах Хайдеггер обратил внимание на роль техники и ее воздействия на человека. Он считал, что современная технологическая цивилизация превращает бытие в ресурс, и это угрожает аутентичному пониманию бытия. Следующее – эрэгнис, события. Сейчас мы будем проходить тему события. Насколько я помню, вот события – это очень важная категория философии Хайдеггера, но ее при этом в бытии и времени не было, и ее можно извлечь из более поздних текстов, если что. В философии Мартина Хайдеггера концепция события. Кстати, иногда в русском, на русском языке это прописывают со-бытия отдельно. Со-бытие, бытие, и можно вот со-бытие, да, вместе с бытием вот такое вот рассматривать. Это некоторые русские наши переводчики, трактовщики Хайдеггера вот такими вещами развлекаются. Философия Мартина Хайдеггера, концепция события, особенно в контексте его поздних работ, занимает важное место и связана с понятием события бытия. Эта идея развивается в его трудах после бытия и времени и имеет несколько ключевых аспектов. Основные аспекты события в философии Хайдеггера. Понятие эрегнис. В своих поздних работах Хайдеггер вводит термин события, который переводится как событие или событие бытия. Это не просто ряд фактов или явлений, а глубинное взаимодействие между бытием и человеческим существованием. Событие представляет собой момент, когда бытие раскрывается и становится доступным для понимания. Отношение к бытию Хайдеггера Хайдеггер утверждает, что событие это нечто, что происходит вне нас и взаимодействует с нашим восприятием. Оно не определяется субъективным опытом, а скорее является взаимодействием между субъектом и объектом, которое позволяет людям осознать свое существование и место в мире. Процесс раскрытия бытия. Событие представляет собой процесс, в котором бытие раскрывается в мире и в нашем опыте. Это подразумевает, что бытие не является статичным и фиксированным, а постоянно меняется и развивается в контексте человеческого существования. Событие как откровение. Следующая тема. Хайдеггер рассматривает событие как способ, которым бытие говорит или открывается человеку. Это откровение позволяет человеку осознать свое место в мире и свое существование. В этом смысле событие становится важным моментом для понимания подлинности бытия. Событие и язык. Хайдеггер также подчеркивает важность языка в процессе событийности. Язык это средство, с помощью которого мы выражаем и осмысляем свое существование. И он играет ключевую роль в том, как мы воспринимаем события. Язык не только описывает события, но и формирует наше понимание бытия. Язык дом бытия. Известная фраза, собственно, Хайдеггера. Этические и экзистенциальные последствия. Понимание события в философии Хайдеггера ведет к экзистенциальным и этическим вопросам. Как мы можем быть открыты для события? Какова наша ответственность перед бытием? Эти вопросы становятся центральными в контексте взаимодействия человека и мира. Основные аспекты германевтики Хайдеггера. Исходная концепция Хайдеггера начинается с критики традиционной германевтики, которая рассматривала интерпретацию текста как механический процесс извлечения значения. Он утверждает, что понимание не является лишь интеллектуальным актом, а связано с существованием человека в мире. Связь между бытием и пониманием для Хайдеггера германевтика становится вопросом о том, как мы понимаем бытие. Он считает, что понимание это не просто распознавание значений, но процесс, в котором мы открываем и раскрываем смысл присутствующий в существовании. Это понимание связано с нашим опытом, языком и историей. Германевтика и Дозайн. Хайдеггер связывает германевтику с концепцией Дозайн. Он утверждает, что наше существование предшествует интерпретации, и только в контексте этого существования мы можем понимать мир и сами себя. Таким образом, понимание всегда будет экзистенциальным и контекстуальным. Влияние Хайдеггера. Философия Хайдеггера оказала огромное влияние на экзистенциализм Жан-Поля Саартра, феноменологию Мерлопа Антигерман, Эфтику Гадаммера и даже постструктурализм Дорида. Его работы повлияли на развитие таких дисциплин, как экзистенциальная психология и литературная теория. Недавно мы проходили спекулятивный реализм Грэм Хармонда и не только он. Ну, прежде всего Грэм Хармон, на самом деле, вот они испытали большое влияние Хайдеггера. Хайдеггера, ну, также Слоттердайк. Философия Слоттердайка – это, по сути, не знаю, стилистически улучшенная философия Хайдеггера, доработанная во многом. Более систематизированная, что ли, с более ясными, прозрачными образами, чем у Хайдеггера. То есть, по большей части Слоттердайка можно рассматривать как такого уже хайдегерианца, который рассматривает это самое бытие в мире присутствие в несколько других категориях, но в несколько других. Все равно он очень часто отсылает нас к Хайдеггеру. Хайдеггер очень сильно повлиял на континентальную философию, и с этим спорить, в принципе, нельзя. Следующий важный мыслитель для экзистенциализма – это Карл Ясперс. Карл Ясперс – один из ключевых философов экзистенциализма, чьи идеи оказали значительное влияние на философию XX века. Хотя сам он не называл себя экзистенциалистом, его работа связана с изучением вопросов человеческой свободы, ответственности, смысла жизни и границ познания. Основные идеи философии Ясперса. Во-первых, это пограничные ситуации. Ясперс выделяет особые моменты в жизни, когда человек сталкивается с предельными экзистенциальными проблемами, такими как смерть, страдания, борьба, вина. Эти ситуации приводят человека к осознанию своих ограничений и подталкивают к поиску глубинного смысла бытия. Трансцеденция. Трансцедентная является тем, что выходит за пределы нашего опыта и понимания. Трансцеденция у Ясперса – это некая реальность, которая лежит за пределами мира явлений и человека, может стремиться к ней через экзистенциальные акты, такие как философская рефлексия или религиозный опыт. Экзистенциальное озарение. Ясперс верил, что через философские размышления и погружения в пограничные ситуации человек может достичь экзистенциального понимания и осознания своего существования как свободного и подлинного. Коммуникация. Для Ясперса важным аспектом философии была коммуникация, где подлинная философия могла быть достигнута только через диалог между людьми. Это был путь к поиску истины и пониманию трансцедентного. Философская вера. Хотя Ясперс критиковал традиционные религиозные формы веры, он предложил концепцию философской веры. Это форма духовности, которая основана на стремлении к пониманию трансцедентного и осмыслению человеческого существования. Дальше. Различия между наукой и философией. Ясперс видел науку как стремление к объективному знанию, а философию как путь к самопознанию и постижению смысла жизни. Наука исследует факты, а философия – основы бытия. Ясперс считал, что философия должна помочь человеку понять, как жить аутентично в мире, полным неопределенностей и поддерживать связь с трансцедентным, стремясь к тому, чтобы выходить за пределы повседневного опыта. А вот здесь мы остановимся. Ясперс дал новое понимание философии. Для себя, да. Он такое понимание философии выдвинул. Как я уже ранее говорил на других лекциях, это очень полезное замечание будет прямо сейчас сделать, да. Разные философы очень часто подгоняли определение философии под свою философию. Какие-нибудь аналитические философы ранее, они подгоняют философию по то, что философия – это способ разобраться, собственно, в языке, в наших высказываниях и так далее, так далее, так далее, потому что они занимались высказываниями. Какой-нибудь Гегель или гегелианцы видят за философией гегелианство прежде всего. Какой-нибудь Платон, да, он в качестве образцового философа, правителя государства того самого платоновского, видит как раз платоника, а не кого-либо другого. И философия для Платона – это прежде всего платонизм, его представление о философии, а все остальное – это уже как бы, ну, так себе, предтеча. Ну или, да, вы понимаете, в общем-то, что-то неполноценное в философском смысле. Ясперс изложил свою философскую концепцию, вы видели, да, и потом определил философию как то, что является его философской концепцией. А все, что его философской концепцией не является, то есть претендует на некое объективное знание. А в философии много кто претендовал на объективное знание, если что, да. Философия, оказывается, не является. Здесь Ясперс стал таким своеобразным, как бы это выразить-то, да. Ну, в общем, попал в ловушку вот такого вот определения философии через свою собственную философскую позицию, что, на мой взгляд, принципиально неправильно. Мы все-таки, определяя философию, должны зайти с какого-то некого такого обобщения. И тем более Ясперс, он мыслитель 20 века. Ну, окей, да, ну кто мешал Гегелю переопределить философию, кто мешал аналитическим философам переопределить философию, да. Гегель жил незадолго до 20 века, так скажем, да. Ну, то есть это далеко не начало философии, это не античка. В античности еще куда там, ладно, можно было простить какому-нибудь Платону, что он как-то по-своему определил философию. Аристотелю тоже можно было бы это простить. Ну, потому что у них в их времена даже еще не было такого, ну, как бы, напора философов большого. Но определять философию заново с нуля уже в 20 веке, это, прошу прощения, очень странно. Все, оценочная характеристика здесь закончилась. Но, опять же, это симптоматично. Вот эта штука, она симптоматична, чтобы вы понимали. Много кто так делает. Просто это надо замечать и указывать на то, что стоп. То есть вы изложили свою позицию внутри философии, а потом изложили свое философское определение. И оказалось, что ваше определение философии, оно полностью проистекает из вашей философии, и вы не пытаетесь осмыслить все то богатство философской мысли, которое было за всю историю человечества. Получается, интересно. Интересно, интересно. Вклад в психиатрию внес Ясперс. Что самое главное, многие говорят, философы бесполезны. Философия не нужна. Философские факультеты закрываем, финансируем, там, не знаю, естество испытателей и всех остальных. Вклад в психиатрию. Недовольство Ясперса, распространенным подходом к психиатрическим заболеваниям, заставило его усомниться в диагностических критериях и методах клинической психиатрии. В 1910 году он опубликовал статью, в которой рассмотрел вопрос. Является ли паранойя аспектом личности или результатом биологических изменений? Несмотря на то, что он не предлагал в ней новых идей, это, по крайней мере, в сравнении с распространенными тогда нормами, методом изучения пациентов. В отличие от Фрейда, Ясперс подробно изучал пациентов, уделяя внимание не только биографической информации, но и заметкам о том, как сами пациенты относились к своим симптомам. Этот подход стал известен как биографический метод и в дальнейшем стал одной из основ психиатрической и, прежде всего, психотерапевтической практики. Ясперс изложил свои взгляды на психические заболевания в книге «Общая психопатология», опубликованной в 1913 году. Эта работа стала классикой психиатрической литературы и многие современные диагностические критерии, основанные на изложенных в ней идеях. Одним из центральных принципов Ясперса было то, что психиатры должны диагностировать симптомы психического заболевания, особенно психоза, по их форме, а не по содержанию. Например, при диагностике галлюцинации важнее отметить, что человек ощущает зрительное явление, не испытывая соответствующего сенсорного воздействия, чем отмечать, что именно видит пациент. То, что пациент видит, является содержанием, но несоответствие между зрительным восприятием и объективной реальностью является формой. Ясперс полагал, что психиатры могут подходить к подобным образом и к диагностике бреда. Он утверждал, что клиницисты должны считать убеждение бредовым, основываясь не на содержании убеждения, а только на том, как пациент придерживается такого убеждения. Ясперс также различал первичный и вторичный бред. Он определил первичный бред как автохтонный, что означает, что он возникает без видимой причины и кажется непостижимым с точки зрения нормального психического процесса. Вторичный бред, с другой стороны, он определил как то, на что повлияло происхождение человека. Текущая ситуация или психиатрическое состояние психическое. Ясперс считал, что первичный бред абсолютно непонятен, полагая, что за его образованием не было никакого последовательного процесса рассуждения. Эта точка зрения вызвала некоторые возражения. Некоторые специалисты, к примеру, Лейнг и Ричард Бентал подвергли ее критике. Подчеркнув, что эта позиция может привести терапевтов к самоукорененности в предположении, что если они не понимают пациента, то пациент бредит. И дальнейшее исследование со стороны терапевта не будет иметь никакого эффекта. Что действительно плохо с мотивирующей точки зрения. Также Ясперс известен и другими идеями психиатрии, которые имеют значение по сей день. Он сформулировал критерии диагностики психогенных расстройств триада Ясперса. Сформулировал критерии диагностики расстройств сознания. Провел классификацию нарушений сознания. Проводил исследования в области других психических расстройств. Но вообще есть экзистенциальная терапия, как я понимаю, она тоже восходит напрямую к Ясперсу. Экзистенциализм, экзистенциальная терапия, ну вы понимаете, соответственно, тоже связка. Экзистенциализм не был бесполезен, как минимум. Он повлиял на годы исследований внутри непосредственно уже психологических разных дисциплин. Ну, также Ясперт, поскольку мы его до этого не упоминали, к экзистенциализму это не имеет прямого отношения, но он сформулировал известную концепцию осевого времени, которую мы упоминали, но не в контексте изучения Ясперса. Давайте закрепим. Осевое время – это концепция, предложенная немецким философом Карлом Ясперсом в его работе «Смысл и назначение истории». Он обозначает период в истории человечества, который охватывает примерно 800-й год до нашей эры, до 200-го года нашей эры. Этот период характеризуется появлением великих религий и философских учений, таких как буддизм, конфуцианство, иудаизм, христианство, а также развитие философии в Древней Греции. Ясперс утверждал, что в это время человечество стало более осознанным, возникли новые идеи о человеке, жизни и месте человека в мире. Он считал, что осевое время было ключевым моментом, когда произошел качественный скачок в человеческом сознании, что позволило формировать нравственные и философские основы, которые до сих пор оказывают влияние на современность. В общем, осевое время предельно важное, философия возникла. Индия, Китай, Греция, центральные зоны, где это возникло в приблизительно один временной промежуток. Вот. Потому оно и осевое. Да, потому оно и осевое. Оно центральное, оно предельно важное. Вот ось, вокруг которой все вращается, получается, да. Так вот, Габриэль Марсель, следующий мыслитель, 1889 год, 1973. Французский философ, драматург и эссеист, представитель экзистенциализма, хотя сам Марсель предпочитал называть свое мышление экзистенциальным или теомистическим, неомистическим, простите. Его философия отличалась от экзистенциализма Сартра и Камю, поскольку она была глубоко укоренна в христианской вере. Марсель также активно сопротивлялся атеистическим и пессимистическим элементам, присущим другим экзистенциалистам. Основные аспекты философии Габриэля Марселя. Одно из ключевых понятий философии Марселя это различие между проблемой и тайной. Проблема это нечто внешнее, что можно исследовать и разрешить с помощью разума и объективного анализа. Тайна это нечто глубокое и личностное, что нельзя решить в научном или аналитическом смысле. Тайны включают в себя человеческую жизнь, смерть, любовь, веру. Те области, где рациональное знание не может дать полные ответы. Бытие и обладание. Марсель различал быть и обладать. Быть это существование в подлинном экзистенциальном смысле. Когда человек открыт к опыту, к другим людям, к миру, к Богу. Обладать это стремление человека к контролю, владению материальными объектами и даже людьми или своими собственными переживаниями. В мире потребления человек становится обладателем, что приводит к отчуждению и разообщению. Диалог и коммуникативность. Для Марселя важнейшим элементом человеческого существования является общение. Он считал, что человек открывает истину о себе и других через диалог, через общение с другими людьми. Но только когда это общение искренне основано на взаимном признании другого как уникальной личности. Вера и трансценденция. Марсель был убежденным христианином и считал, что человек может достичь подлинного бытия только через открытость к трансцендентному, к Богу. Он полагал, что вера не является догматической, а скорее представляет собой живую связь с божественным, которая раскрывается в человеческой любви и преданности. Надежда. Надежда играет ключевую роль в философии Марселя. В отличие от оптимизма, который может быть поверхностным и лишенным основания. Надежда по Марселю это глубокая вера в добро и возможность преображения даже в условиях непреодолимости и трагедии. Надежда по Марселю связана с признанием не только ограниченности человеческого бытия, но и его открытости к божественному. Марсель стремился к тому, чтобы философия была не просто абстрактной теорией, но средством для осмысления и улучшения человеческого опыта, особенно в аспектах взаимоотношений и духовной жизни. Следующий важный мыслитель это Морис Мерло-Понти. Но тут важно заметить, что он многим скорее известен как феноменолог, прежде всего. То есть, Морис Мерло-Понти у него много именно феноменологических текстов. Хотя нередко экзистенциализм и феноменология пересекаются. То есть, опять же, в Хайдегере, в Сартре, много в ком. Морис Мерло-Понти один из тех людей, которые и феноменологией занимались, и экзистенциализмом, соответственно. Он занес значительный вклад в экзистенциальную философию и феноменологию. Его работа сосредоточена на восприятии тела и взаимодействии человека с окружающим миром. Основные идеи Мерло-Понти – феноменология восприятия. В своей работе «Феноменология восприятия» Мерло-Понти исследует, как мы воспринимаем мир через наши чувства и тело. Он утверждает, что восприятие не является простым отражением внешнего мира, а активно формируется нашим телесным опытом. «Тело как субъект Мерло-Понти утверждает, что тело играет центральную роль в нашем восприятии и осознании. Он вводит понятие телесности, подчеркивая, что наше тело не просто объект в мире, а активно участвует в нашей познавательной деятельности, отношении к другим. Он также рассматривает, как наше восприятие других людей формируется через наше тело и опыт. Мерло-Понти утверждает, что мы понимаем других не только через их слова, но и через невербальные знаки и телесное поведение. «Экзистенциализм и свобода». Хотя Мерло-Понти часто ассоциируется с экзистенциализмом, он стремился преодолеть некоторые его ограничения. Он подчеркивает, что свобода человека неразрывно связана с его телесным существованием и взаимодействием с окружающим миром. Взаимосвязь между субъектом и объектом. Мерло-Понти оспаривает традиционное разграничение между субъектом и объектом, утверждая, что они взаимосвязаны и что понимание одного невозможно без другого. Вообще, в принципе, если мы берем философию XX века в целом и выделяем в ней ответвления, которые идут от Хайдегера. Давайте так, да, в истории философии возникает субъект-объектная дихотомия на уровне, ну, наверное, не знаю, хочется сказать, что на уровне Декарта. На уровне Декарта. Ну, раньше, наверное, были тоже какие-то своеобразные подходы к решению вопроса соотношения мира, бытия, человека и всего остального. Ну, вот такая вот стратегия, которая легла в основании последующей уже науки, деление на субъективное, объективное, субъект и объект. Вот что-то может быть субъективным, а что-то может быть объективным. А это парадигма научная, понятная, ну, протонаучная парадигма, но она не только науке принадлежит на самом деле. Она также принадлежит и другим разным учениям нового времени. По крайней мере, одним из важных популяризаторов этой концепции являлся Декарт, как минимум, да. Мы можем, возможно, можно поспорить, может быть, средневековой философии можно найти что-то похожее, может быть, Декарт кому-то восходит. Но многие люди, которые будут разбираться в субъект-объектной дихотомии... Субъект и объект, да, разделение на субъект и объект, соответственно. Субъект, я исследователь, объект, то, что я исследую, например, вот трость. Я мастер-исследователь тростей, соответственно, объект. Есть объект сам по себе, который я могу исследовать, и есть я, как субъект, тоже сам по себе, я отделен от объекта. В философии подхайдегеровской, в принципе, принято критиковать Декарта во многом. Да, опять же, субъект и объект перестают различаться. У Хайдегера есть отдельные тексты по критике Декарта. Вот в контексте именно разделения на субъект и объект Хайдегер разносит Декарта в пух и прах. Ну, по крайней мере, как ему кажется. Ну, да ладно. И, в принципе, субъект и объект, они как бы объединяются в едином потоке. Оказывается, что субъективность-то моя, она как бы в каком-то смысле объективна, а объективности, которые мы наблюдаем, они тоже в каком-то смысле субъективны. Всё это как бы единый поток, процесс и так далее, так далее, так далее. И отсюда берётся уже философия. И вот, опять же, Мерло Панти у нас тут рассказывает нам непосредственно про отказ от субъекта объектной дихотомии, по крайней мере, в таком сражайшем смысле. Хайдегер, да, собственно, как такой важнейший мыслитель, который вот это разделение всё-таки критикует. И мы недавно разбирали Грэма Хармона с его ООО, объекта ориентированной антологии, да, где объектом является не только вот эта штука, но и сам человек, то есть, вообще, в принципе, категория субъекта, она как бы размывается, смывается, и мы оказываемся такими же объектами среди других объектов. Да, то есть, теперь не только вот эта штука объект, но и я объект, который взаимодействует с другим объектом, но объекты нам даются у Хармона не полностью, да, то есть, они взаимодействуют с нами обеднённым способом, важно помнить, да, то есть, ну, Хармон в этом плане, он как будто бы довёл эти идеи Хайдегера до ума. Ну, систематизировал, выразил, понятно, создал понятную систему, то есть, выходит, да, вот эта вот идея про разделение субъекта и объекта, у Грэма Хармона она приведена уже в хороший систематический стройный вид, где все категории находятся условно на своём месте, где это можно читать и легко понять, у Хайдегера, вообще, в принципе, с чтением Хайдегера дела обстоят довольно сложно, как бы, Хайдегер это скорее пророк, мистик какой-то, ну, не мистик в прямом смысле, его текст обладает такими мистическими свойствами вращения, окружения вокруг каких-то одних и тех же категорий, Хайдегер, ну, Хайдегер, в общем, пишет нестандартно для людей, которые привыкли воспринимать классические философские трактаты. Вот. Грэм Хармон в этом плане пишет на несколько порядков лучше, понятней, но восходит к интуициям, обоснованным интуициям Хайдегера, да. И Мерло-Понти, мы Хайдегера здесь упоминали, Мерло-Понти здесь, да, в контексте вот уже субъекта объектной дихотомии тоже вспомним, почему бы и нет времени, у нас времени-то полно на самом деле, мне надо ещё больше затягивать. Так вот, всё это здесь как бы тесно связано и имеет место. Следующий важный мыслитель Жан-Поль Сартер. Честно говоря, честно говоря, наверное, было бы важно, наверное, сказать, что Жан-Поль Сартер самый знаменитый экзистенциалист. Наверное. Мне прям хочется это почему-то сделать. Ну, давайте так, вот Ясперс. Ясперс влиятельный экзистенциалист. Согласны? Узнали. Согласны, узнали, узнали, согласны. Но кто знает о Ясперсе за пределами философии, философских факультетов там и так далее, так далее, так далее? Да, только люди, которые интересуются философией, знают про Ясперса, скорее всего. Ясперс не так популярен. Окей, ну Хайдегер. Про Хайдегера точно знают все люди, которые имеют отношение к академическому дискурсу. Но если вы находитесь за пределами философских факультетов, ну, наверное, вы тоже могли услышать про Хайдегера, вы можете даже что-то про него знать, но, опять же, да, ну, давайте так, давайте так. Хайдегер не писатель известный, Сартер известный писатель, лауреат Нобелевской премии. И Камю тоже, кстати. Вот Камю и Сартер два самых известных, наверное, таких персонажа. Но Сартер при этом, как философ, как мне кажется, повеселее, посильнее, чем Камю. Поэтому мне прямо хочется сказать, что Жан-Поль Сартер это прямо вот лицо экзистенциализма. Ну, лицо, конечно, такое себе. Ахагео... Так, ладно, это напрасно. Жалко, я это не вырежу, к сожалению, да. Мои лекции не монтируются, я это не вырежу. Лицо не самое пусть красивое, так скажем, но зато действительно большое, крупное. И с точки зрения интеллектуального вклада, и систематичности, и много чего еще. Сартер действительно заслуживает, наверное, звание такого, условно, короля экзистенциализма. В феноменологии, которой он тоже занимался, безусловно, Сартер королем, наверное, не является. Ну, потому что, возможно, даже возможно, да, он действительно самый знаменитый философ, который занимался феноменологией. Опять же, потому что Гусарль, Мерло-Понти, и тем более ученики какие-нибудь Гусарля, которые тоже вообще, ну, о которых только студенты философских факультетов, скорее всего, услышали. Гусарль, в котором разбираются люди, которые тоже только на философских факультетах тусят. Нет, Сартер здесь пошире, оказывается. Да, он самый популярный и феноменолог, скорее всего. Ну, не как феноменолог он популярен, он популярен, прежде всего, как писатель. Но в его текстах проглядывает очень много экзистенциализма, безусловно. То есть, феноменологии в его текстах поменьше, именно в таких вот прозаических. Да, ну, и феноменологию, наверное, интересно и трудно развернуть в прозе. А вот концепцию тошноты, которую вполне экзистенциально, развернуть можно. Ну, и поэтому Сартера можно назвать действительно, прежде всего, наверное, главнейшим лицом экзистенциализма. И прежде всего, когда мы будем размышлять об экзистенциализме, нам в голову придет Жан-Поль Сартер, скорее всего. Первый экзистенциализм по порядку, который придет, это Жан-Поль Сартер. Это как, когда мы вспоминаем о киниках, нам в голову приходит не основатель кинизма, антисфен, а нам в голову приходит Диоген Синопский. Да, вот так же и Сартер здесь оказывается очень важной персоной, которая прямо сразу бросается нам на ум. Жан-Поль Сартер. Родился в 1905 году, умер в 1980. Один из ведущих философов 20 века, чья философия связана с экзистенциализмом и феноменологией. Его работы оказали огромное влияние не только на философию, но и на литературу, психологию и политику. Давайте разберем основные аспекты его философии. Экзистенциализм и свобода. Сартер утверждал, что существование предшествует сущности. Это значит, что человек сначала существует, а затем определяет свою природу и цель через свои действия. У него нет предопределенной сущности или предназначения. Человек радикально свободен в выборе своего пути и должен брать на себя ответственность за свои поступки. То есть, в каком-то смысле, вот знаете, есть люди, которые такие занимаются... Ой, я занимаюсь поиском себя. Мне нужно узнать, что мне нравится, чего я хочу, и так далее, и так далее, и так далее. Ой, вот сейчас вот я, я там писатель по жизни, я там путешественница, я люблю, там, не знаю, красивую одежду, это моя сущность, это мое, это не мое. Нет, человек перестраивающийся, создание свободное, которое, в принципе, может сделать свободный выбор и самого себя как такового. Вот в смысле, в смысле, в каком его употребляют вот эти вот девочки, типа, ой, я сама себя еще не нашла, сейчас я найду, а вдруг я люблю путешествовать, а вдруг я люблю летать на самолетах, там, это не про то. Это не про то, да. Вот, то есть, вот эти девчонки, они никогда сами себя, скорее всего, не найдут. Ну, может быть, найдут более выгодное какое-то положение, в котором они там смогут себе путешествовать, типа, и будут говорить, что они нашли себя, но нахождение себя, в данном случае, это будет иллюзия, потому что речь постоянно идет о создании самого себя, выборе, выборе, свободе выбора самого себя. Ты сам выбираешь, куда тебе двигаться дальше. Ты можешь стать писателем, посвятить себя письму, можешь посвятить себя стихам, можешь посвятить себя живописием, можешь посвятить себя путешествием, но ты мог бы посвятить себя чему-то другому, потому что у тебя была свобода, и ты не предопределен в этом самом выборе. То, что ты найдешь там, не знаю, что-то, что у тебя хорошо получается, это не означает, что ты должен был это найти. Ну и если мы сейчас немножко оторвемся от Хайдегера и посмотрим на эту проблему более как бы биологически, да, нету никакого гена художника, нету никакого гена писателя, в принципе, в принципе, в принципе, ну нету какой-то способности писать там вот абсолютно, нет, есть просто какие-то обобщенные ваши данные наследственные, которые позволяют вам осваивать сложный материал, например, либо лучше писать, либо, может быть, получать удовольствие от путешествий или не получать удовольствие от путешествий, ну, например, какому-то человеку, который, ну, более опаслив, чем все остальные, вот это генетически может быть предопределено, да, мы отошли от Сартра, ну, допустим, это генетически может быть предопределено, вы более опасливы, да, ну, путешествовать для вас, это, наверное, больше стресс, чем для человека, который, хе-хей, ууу, я плечу на самолете, там, я не знаю, я прыгаю между домами, маме, там все такое, о, я вышел на улицу, о, это же эти узбеки, пойду я и скажу, что они лохи, там, например, хэ-хэ, вы лохи, ребята, да, то есть, есть люди, которые, в принципе, ну, не очень боятся за свою жизнь, или не очень параноидальные люди, которым нравится экстрим, может быть, есть люди, которым он нравится, есть люди, которым он не нравится, которые его не переносят, да, но даже такие предрасположенности, они, как бы, оставляют вам колоссальный диапазон выбора, ну, то есть, вот, если вы жесткий интроверт, очень опасливый, и очень много чего боитесь, и вы сидите дома, ну, вы дома можете не только писать книги, вы дома можете рисовать, вы дома можете качаться, вы дома можете не знаю, выполнять какую-то удаленную работу, вы дома можете программировать, вы дома можете все, что в компьютерные игры играть, и так далее, так далее, так далее, да, то есть, вот это вот даже генетическая предрасположенность оставляет вам огромное количество выбора. Но даже эта генетическая предрасположенность, если мы снова вернемся к Сартру, оставляет вам свободу выбрать себя как путешественника и бороться с последствиями своего собственного выбора и страдать от последствий своего собственного выбора в виде опасений, страхов, каких-то других таких вещей. То есть вы в данном случае свободны. Вы все равно остаетесь свободны. Абсурд и свобода выбора. По Сартру мир абсурден. И люди сами создают смысл своей жизни. Хотя эта свобода может казаться пугающей, она также предоставляет человеку возможность формулировать свою судьбу. В своей знаменитой работе «Бытие и ничто» Сартер анализирует то, как люди сталкиваются с этой свободой и проблемой выбора. Заброшенность и ответственность. Это уже Хайдеггер. Мы этому уже к Хайдеггеру почти переходим. Возвращаемся. Сартер считал, что люди заброшены в этот мир без готовых ответов и руководящих принципов. Мы не можем оправдывать свои действия божественной волей или универсальными этическими правилами. Ответственность за жизнь лежит на каждом из нас. Это связано с его идеей плохой веры, когда человек отказывается от своей свободы, принимая внешние обстоятельства как предопределенные. Вот так вот. Опять же, мы уже у Хайдеггера много из этого оценили. Но вообще, концепция этой самой ответственности, она в каком-то смысле перекликается с заботой Хайдеггера тоже. Забота, заботиться, ответственность испытывать и так далее, так далее, так далее. Вот, я искал слово, когда мы обсуждали заботу Хайдеггера. И я почему-то хотел слово озабоченность использовать, но на самом деле слово ответственность, да, здесь оно больше подойдет, да, вот забота, как такое вот мельтешение вокруг некого объекта заботы получается. Да, вот такое вот озабоченность, это круг, это окружение, я хотел подчеркнуть. Не в смысле, что озабоченность, озабоченность слово контекст имеет плохой. Вот ответственность здесь, наверное, хороший был бы такой, синоним, не синоним, но что-то такое по смыслу близкое, наверное. Вот как я это понимаю, да. То есть, если меня смотрят люди, которые разбираются в экзистенциализме, и вы хотите меня поправить, я открыт по правлениям, понятное дело, я не специалист в данных темах, но поскольку я и Сартера читал, и Хайдеггера читал немало, многое что, как мне кажется, понял, и много работал с хайдеггерианцами, обсуждал разные темы, вопросы и так далее, здесь я опираюсь исключительно на свой опыт, общение с этими людьми, на прочтение Хайдеггера. Причем я читал Хайдеггера не только бытие и время, я читал и целиконовские семинары, я читал и огромное количество других его текстов, там про художественный образ его текст, про проселочную дорогу, соответственно, читал. Вообще, в принципе, Хайдеггериану на русском, да, Хайдеггериану на русском я, ну, исправно пролистывал уж точно, да, то есть, наизусть не запомнил, но касался почти всего, что переведено на русский, просто потому, что это было важно в контексте моей кандидатской диссертации. Снимаю шляпу перед передовыми исследователями Хайдеггера, если они хотят меня здесь поправить, для меня будет, конечно, честью. Но я вот это вижу вот как забота и ответственность, в данном случае очень похожие термины. И я понимаю приблизительно заботу Хайдеггера как ответственность, в том числе ответственность по отношению к себе. Заботу, в кавычках, озабоченность, но озабоченность не в смысле, что вы сексуально озабочены, да, а в том, что вы озаботились. Причем, опять же, это слово озабоченность, оно как будто бы в духе Хайдеггера было бы, потому что Хайдеггер, опять же, любит играть с немецким для него языком, а переводчики Хайдеггера любят играть с русским языком, смотря как Хайдеггер играл с немецким, так и наши русские пытаются играть с русским языком, отсюда и появляется событие, и я бы здесь слово озабоченность тоже бы использовал, да. Отношения с другими людьми по Сартру. Взаимоотношения между людьми всегда связаны с конфликтом, так как другой человек выступает как зеркало, через которое мы видим себя. Сартер особенно известен в своей концепции другого. Другой это ад. Другой это ад. Это из его пьесы «За закрытыми дверями». Это связано с тем, что взгляд другого человека может ограничить нашу свободу, превращая нас в объект его восприятия. Вот. Экзистенциальный гуманизм. Сартер считал, что хотя жизнь не имеет предопределенного смысла, человек может и должен создавать смысл своей жизни через свои действия и выборы. В этом заключается его гуманизм. Несмотря на отсутствие божественного начала, человек способен обрести величие через свою свободу и творчество. Вот. Мы обречены на свободу, друзья. Проще говоря, да, проще говоря, мы с вами обречены на свободу. И это в каком-то смысле. Хорошо? А в каком-то смысле это наделяет нас ответственностью. А ответственность, господа, это штука во многом-то неприятная. Потому что, ну, приходится за что-то отвечать. Приходится делать выбор. Приходится отвечать за последствия своего выбора неожиданно. Кто бы мог подумать? Но мы свободны при этом. Да, мы абсолютно свободны. Мы свободны даже в гитлеровской Германии. Мы можем принимать выбор. Мы, будучи солдатами Третьего Рейха, ну, осуждаем их, понятное дело. Когда целимся в очередную жертву, мы можем убрать ствол и, как бы, получить осуждение от наших коллег. И самими пасть жертвами своего выбора, попасть под расстрел, понятное дело. Да, например. Но у нас есть выбор. Нас по Сартру очень трудно, ну, почти невозможно лишить выбора. Даже будучи жертвой какой-то системы, вы постоянно находитесь перед выбором служить этой системе или нет? Да, вы скажете, у меня нет выбора. Но вы скажете, что у вас нет выбора только в том смысле, что выбор, который является альтернативным, вам видится категорически невыгодным. Например, вот если вы нацистский солдат, который стоит перед выбором убить очередного бедного, бедного невиновного еврея, допустим. Вот вы, как нацистский солдат, который вот стреляет в невиновного еврея, вы в любой момент можете отвернуть ружье и не стрелять, и отказаться от службы нацистским идеалам. Вот в любую секунду вы можете это сделать. У вас есть такая онтологическая свобода. Вы в высшем смысле свободны отказаться от стрельбы. А вы говорите, нет, я не свободен, потому что если я сейчас в него не выстрелю, выстрелят в меня. No, no, по Сартру это не так. По Сартру вы сохраняете свободу все равно. Но да, альтернатива будет не очень хорошей, очевидно. Для вас она будет крайне негативной. То есть и вы пожнете последствия своего выбора. Стреляя в человека, бедного, невиновного, вы тоже будете пожинать последствия своего выбора. Будете мучиться там ПТСР, будете вспоминать, как человеку было больно, неприятно. Соответственно, как он перед смертью мучился, если вы выстрелили там не в голову, допустим. Если в голову будете мучиться от того, что там дети этого бедного человека увидели, как вы убили этого человека и тоже глубоко страдали, да, возможно. Вы будете жить с последствиями своего собственного выбора в данном случае. Ну и в обратном случае вы будете жить или умрете с последствиями своего выбора. Как-то так. Экзистенциальный гуманизм. Сартер считал, что хотя жизнь не имеет предопределенного смысла, человек может и должен создавать смысл своей жизни через свои действия и выборы. В этом заключается его гуманизм. Несмотря на отсутствие божественного начала, человек способен обрести величие через свою свободу и творчество. Ну, политические взгляды Сартера тоже надо, наверное, разобрать. Это как бы в каком-то смысле база. Коммунистическая, да, база. Так вот. Сартер активно участвовал в общественной и политической жизни. Был сторонником социализма. Но его мысли развивались от сторонника марксизма до критика авторитаризма. Он подчеркивал необходимость личной ответственности в политических действиях и поддерживал идеи коллективной свободы, в частности в вопросах колониализма. Бытие и ничто – это одно из самых известных президентов Жан-Поля Сартера, и мы сейчас будем его разбирать, да, немножко. Написанное в 1943 году. В этой книге Сартер излагает основы своей философии и экзистенциализма, исследуя природу, существование, сознание и свободы. Основные идеи книги можно кратко изложить следующим образом. Бытие и ничто. Сартер делит существование на два основных типа. Бытие – это способ существования, присущий объектам и вещам. Оно определяет со своей сущностью и не имеет внешней свободы. Объекты существуют независимо от человеческого восприятия. Ничто. Следующая концепция – сознание. Сартер утверждает, что сознание – это для себя, то есть оно всегда осознает себя как нечто отличное от объектов. Сознание не имеет фиксированной сущности и постоянно стремится к самоопределению. Это создает ощущение свободы, но также и ответственность за свои действия. Свобода и ответственность. Одной из ключевых идей Сартера является утверждение, что человек осужден быть свободным. Эта свобода является как благословением, так и бременем, поскольку человек должен выбирать, и его выборы определяют его сущность. Сартер подчеркивал, что отказ от принятия ответственности за свои поступки приводит к плохой вере, что является формой самообмана. Другие – и экзистенциализм. Сартер рассматривает также концепцию другого, который является неотъемлемой частью человеческой экзистенции. Взаимодействие с другими людьми формирует наше восприятие для… Восприятие… Господи… Восприятие себя и своих возможностей. Сартер описывает, как человек стремится утвердить свою свободу, но сталкивается с конфликтом, когда другие также стремятся признать к признанию своей свободы. Человеческая отношения… Кстати, поэтому человек… А другой – это наш анатат, короче, да, понятно. Так вот. Человеческие отношения. Сартер исследует, как отношения между людьми могут быть источником как свободы, так и конфликта. Например, в отношениях любви и ненависти. Каждый человек пытается контролировать другого, что приводит к борьбе за власть и признание. Ну, база. Дальше идет следующий философ. Вот мы все мужчин да мужчин вспоминаем, но были же… Были же философы-женщины, говорят феминистки. Да, окей, Симон де Бавуар, действительно. Французский философ, писательница и феминистка, наиболее известная своей книгой «Второй пол», в которой она исследует роль женщины в обществе и разрабатывает идеи феминизма и экзистенциализма. Подружка Сартра. У них были половые контакты, как я понимаю, разного формата, свободы и отношения. Ну, это все, что мы должны здесь об этом знать. Поехали дальше. Основные идеи философии Симона де Бавуар. Экзистенциализм. Бавуар была близка к экзистенциалистской философии, особенно к работам Жан-Поля Сартра. Она подчеркивала важность свободы выбора и ответственности человека. Каждый индивид создает свое собственное значение жизни. Концепция другого. Во втором поле она анализирует, как женщины рассматриваются, как другие в отношении мужчин. У Сартра просто все другие относительно меня, а у Симона де Бавуар мужчины рассматривают женщин, как других относительно себя, чтобы это не значило. Ну, окей. Она утверждает, что одна не рождается женщиной, а становится ею, подчеркивая социальные и культурные аспекты женской идентичности, свобода и автономия. Бавуар выступает за право женщин на свободу и автономию, утверждая, что женщины должны иметь возможность принимать свои собственные решения, жить своей жизнью вне зависимости от социальных ожиданий. Сексуальность и репродуктивные права. Она активно обсуждала вопросы сексуальности, репродуктивных прав и свободы выбора, считая, что женщины должны контролировать свои тела и жизни. Вот так вот. Социальная критика. Бавуар критиковала патриархальные структуры и социальные нормы, которые ограничивают женщин. Она анализировала влияние культуры, истории общества на формирование женской идентичности и положения. Философия Симона де Бавуар оказала значительное влияние на феминистскую теорию и движение. И ее работы продолжают оставаться актуальными и современными в обсуждениях о гендере и равенстве. Симона де Бавуар оказала значительное влияние на развитие феминистской мысли. Что было изложено в книге «Второй пол», и вот мы ее сейчас обсудим. Книжка «Второй пол» написана в 1949 году. Эта книга считается одним из краеугольных камней феминистской теории. В ней де Бавуар рассматривает конструкцию женственности, во-первых. Бавуар утверждает, что женственность не является природной или врожденной, а формируется через социальные, культурные и исторические контексты. Она акцентуирует внимание на том, что общество создает идеал женщины, который служит инструментом ее угнетения, проблемы другого. Женщины рассматриваются как другие по отношению к мужчинам, что приводит к их маргинализации и лишению агентности. Она утверждает, что мужчины устанавливают свои правила и нормы, делая женщин другими, а следовательно подчиненными. «Свобода выбора». Бавуар подчеркивает важность свободы выбора для женщин. Она призывает женщин к осознанию своих возможностей и способностей влиять на свою жизнь, не подаваясь общественным ожиданиям. Ну, опять же, давайте заметим, да, что мы сейчас делаем большой акцент на Бавуар, как на философа-феминистку прежде всего. Потому что ее философия экзистенциализма, она очень похожа на философию Сартра. Ну и Сартра здесь первичен, понятное дело. Сексуальность и репродуктивные права. Бавуар активно обсуждает вопросы сексуальности и контроля над собственным телом, свободы сексуального самовыражения. Она выступает за право женщин на свободное выражение своей сексуальности без осуждения. Она утверждает, что сексуальность должна быть личным выбором, а не инструментом контроля со стороны общества. Репродуктивные права. Бавуар поднимает вопросы, связанные с контролем над рождаемостью и правами женщины на собственное тело, превосхищая современные феминистические обсуждения репродуктивных прав. Критика патриархата. Бавуар анализирует влияние патриархальных структур на жизнь женщин. Социальные нормы и роли. Она критикует традиционные роли женщин, как матерей и домохозяек, которые навязываются обществом. Бавуар подчеркивает, что эти роли ограничивают свободу женщин и мешают им реализовывать свой потенциал. Экономическая независимость. Она также подчеркивает важность экономической независимости для женщин, утверждая, что финансовая зависимость от мужчин затрудняет их способности самовыражения и независимости. Философия действия. Бавуар призывает женщин к активному сопротивлению, угнетению, пробуждению сознания. Она считает важным, чтобы женщины осознали свою угнетенность и начали действовать, чтобы изменить свое положение. Социальное движение. Бавуар поддерживала феминистские движения и считала, что коллективные действия необходимы для достижения изменений в обществе. Давайте так. Может быть, я немного иронично это все прочитал, да? Но мое отношение здесь все же довольно нейтральное. Я не считаю, что борьба за женские права это хоть какой-нибудь плохо, особенно во времена Симон де Бавуар. То есть, ну, 1949 год, вы понимаете, да, как бы, Европа, 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 Европа 1949 года. Ну, окей, вы понимаете, какие там права женщин, понимаете, какие отношения к женщинам, понимаете, какое, какие, в общем-то, собственно, что они могли делать, собственно, да, насколько они были привязаны, закованы и так далее, так далее, так далее. В моем представлении, в моем представлении, вот те старые волны феминизма, они во многом хороши, потому что женщины действительно были крайне неравны мужчинам, и, честно говоря, основания этого неравенства были довольно зыбкими. Сейчас женщина не просто равна мужчине, она по правам превосходит мужчину во много раз, соответственно, сейчас, да, то есть семейный кодекс это просто кодекс для женщин. Уголовный кодекс, ну, окей, может быть, мы там, мужчины и женщины, и равны, да, во многом, но, как бы, в рамках уголовного кодекса все вроде бы и чистенько, ну, хотя есть некоторые законы, за которые женщин все равно там не наказывают за преступление уголовное или наказывают мягче, чем мужчин, да, но правоприменительные практики по отношению к женщинам все же значительно мягче. То есть, как бы, закон соблюдает права женщин чаще, чем права мужчин. И более того, многие законы, типа там законов об изнасилованиях и многие других законах, там еще есть закон о домашнем насилии ведут, они, как бы, уничтожают, вот, собственно, мужчин-преступников. Да, основная цель этих всех законов максимально уничтожить права этих мужчин и желательно их жизни, тотально их искоренив, этих самых мужчин, которые хоть как-то себе позволили хоть какое-то изнасилование, условно. Под изнасилование можно понимать очень широкие разные акты, да. Одно дело это давать наказание за изнасилование, а другое дело требовать все более и более и более и более жестокого наказания, да. Опять же, мы должны определить меру данного преступления не через борьбу за женские права любой ценой против мужских прав, как это делается в современных волнах феминизма, да. А желательно по какой-либо там справедливости, наверное, хотелось бы, да, это определять. С чем-то сопоставлять эти преступления, не просто давать максимальный строк, да, полностью не оправдан, пожизненное заключение, там, я не знаю, все, умер. Так вот, то, что происходило во времена Симона де Бувар, это совершенно другая ситуация. И, честно говоря, те вещи, которые Симона де Бувар писала, можно принять как такие своеобразные прозрения, умные, образованные, безусловно, женщины, продуктивные в своем мышлении, это продуктивные идеи, продуктивная борьба даже в каком-то смысле, понимаете. Но мы в этой борьбе уже победили. Современные женщины в России, тем более, уже давно победили в этой самой борьбе. Женщина может не быть домохозяйкой. Быть домохозяйкой в современном обществе, это исключительно выбор современной женщины. Не работать и сидеть на шее у мужчины, это выбор современной женщины. Женщина абсолютно свободна совершать такой выбор в данном обществе. Раньше для того, чтобы это делать, ей нужно было уйти в леса куда-нибудь, допустим. Ну, да, мы гиперболизируем в данном случае. В современном обществе женщина имеет полное право быть в одиночестве, не заниматься домашним хозяйством, найти себе партнера, который будет сам заниматься домашним хозяйством. Все это ей возможно. Все это она может попытаться сделать, она свободна. Так вот, переходим к следующему мыслителю, это Альбер Камю. Философия Альбера Камю, французского писателя и философа, тесно связана с понятием абсурда. Его называют абсурдистом, кстати, да. Экзистенциализмом. Хотя сам Камю не считал себя экзистенциалистом, его философские взгляды вращаются вокруг нескольких ключевых идей. Это, во-первых, идея абсурда. Главная концепция философии Камю – это абсурд, который возникает из противоречия между стремлением человека к смыслу и бессмысленностью мира. Человек жаждет осмыслить свое существование, но сталкивается с миром, который не дает никакого окончательного ответа на эти вопросы. Камю писал о том, что люди постоянно ищут смысл жизни, но мир безразличен к нашим стремлениям, и это вызывает чувство абсурда. Миф о Сизифе. Ну, текст мы уже упоминали, да. В своем эссе, это эссе, миф о Сизифе, Камю анализирует легенду о Сизифе, который был приговорен богами катить огромный камень на гору, зная, что камень каждый раз будет скатываться вниз. Для Камю Сизиф становится символом человеческого существования. Хотя его труд бессмыслен, читаем как абсурден, Сизиф продолжает катить камень, и именно в том, по мнению Камю, заключается его свобода и достоинство. Человек должен принять абсурд и жить с ним, не пытаясь убежать от иллюзии или религию, которые обещают найти смысл. Бунт против абсурда. Хотя мир абсурден, Камю призывает человека к бунту. Не против судьбы или мира, а против самой бессмысленности бытия. Бунт это принятие того факта, что смысл отсутствует, но при этом активное противостояние этой реальности. Это означает жить полной жизнью, не теряя достоинства и не прибегая к самообману. Свобода и ответственность. Камю подчеркивает важность свободы, понимание абсурда освобождает человека от навязанных правил, и в этом состоянии он обретает возможность быть полностью свободным. Однако с этой свободой приходит и ответственность за свои действия, поскольку если нет высшего смысла или морали, каждый человек должен самостоятельно определять свои моральные принципы. Это опять же восходит уже к Сартру. Вот это уже саратрианство такое. Чума и моральный выбор. В романе чума. Через историю эпидемии Камю исследует тему морального выбора и солидарности в абсурдной реальности. Герои романа, столкнувшись с бесчеловечной и рациональной ситуацией, должны делать выбор, поддаваться отчаянию или продолжать борьбу за жизнь и человеческое достоинство. Заключение. Философия Камю это философия стойкости перед лицом абсурдной и бессмысленной вселенной. Он утверждает, что хотя жизнь не имеет объективного смысла, человек может создать смысл для себя через свои поступки, выборы, либо... Ну, опять же, Камю это один из наиболее литературных философов, из всех, кого мы сейчас перечислили вообще, и, наверное, один из самых вообще в принципе. Его философия изымается прежде всего из литературы или из философских эссе, где с доказательствами речь, конечно, обстоит довольно так себе. И эти эссе, они имеют элегантную, красивую, но художественную, а не философскую форму скорее, да? Ну, и вот. Ну, и вот. Камю очень хорошо заходит зрителям, которые не очень претенциозны в рамках философии как таковой. Ну, и поэтому такие люди, как Сартер и Камю, они распиарены за пределами вообще в принципе философского нашего большого академического и внеакадемического дискурса. То есть, скорее всего, про Сартер и Камю какие-нибудь рандомные девочки, которые читают художественную литературу, слышали, соответственно, ну, или читали даже напрямую. Касались каких-то их текстов, разбирали их, разбирали разборы там и что-нибудь такое делали. В общем, как-то так. Кстати, ввиду этого экзистенциализм в принципе как философия довольно популярен среди обывателей. То есть, вот на самом деле среди каких-то условно профессионалов, так, философов с образованием, которые много-много-много-много изучают философию, я очень мало видел людей, которым реально интересен чистый экзистенциализм, не считая Хайдегера, наверное. Вот Хайдегер это вообще совершенно другое. Опять же, Хайдегер, Яспер, Смерло, Понти, это еще в каком-то смысле не зашквар, что ли, так скажем, такое слово, да? Да, но каких-то любителей Камю, любителей Камю, там, не знаю, любителей какого-нибудь у нас впереди еще будет Чорана, Чорана, Камю, вот этих вот всех людей, их меньше, их намного меньше. Это как с Ницше. То есть, Ницше крайне популярен за пределами философии, просто предельно популярен. При этом каких-то здравых, хороших исследователей Ницше мало внутри философских факультетов, и люди, которые прям активно увлекаются философией, им скорее Кант нравится, да, какой-нибудь. То есть, ну, опять же, Палтон, Аристотель, Кант, все против чего Ницше воевал. И в этом плане мы, как бы, оказываемся в такой неприятной ситуации, когда у нас, как бы, один из самых знаменитых философов Ницше внутри философии представлен, ну, внутри академической философии представлен категорически слабо. И то, иногда, если он и представлен, то представлен опосредованно через энное количество постмодернистов, которые и есть в философии академической, да, через энное количество любителей Хайдегера, Хайдегерианцев, Хайдегероведов, ну, что, ну, Хайдегер очень почитал Ницше, у него несколько текстов по Ницше посвящено, Ницше посвящено несколько текстов, где он разбирает как раз волю к власти Ницше, непосредственно сами черновики разбирает. То есть, вот так вот. А теперь давайте попробуем перечтись и такие имена, которые не очень знаменитые, пусть будут. Рудольф Бультман был немецким теологом, философом, известным своими трудами по демифилогизации Нового Завета и экзистенциальной интерпретации христианства. Бультман оказал огромное влияние на развитие библейской критики и христианской философии в 20 веке. Его идеи объединили экзистенциализм Мартина Хайдегера с христианским богословием, создавая новое понимание веры и человеческого существования. Основные идеи Бультмана. Демифилогизация. Бультман считал, что Библия, особенно Новый Завет, наполнена мифологическими элементами, такими как чудеса и ангелы. Для современного человека эти мифы больше не имеют смысла, и их нужно демифилогизировать, то есть переосмыслить, чтобы понять их глубинный экзистенциальный смысл. По его мнению, чудеса и сверхъестественные события – это способы выражения духовных истин, которые нельзя воспринимать буквально. Экзистенциальная интерпретация. Под влиянием Хайдегера Бультман утверждает, что Библия должна быть интерпретирована через призму экзистенциальной философии, где основное внимание уделяется человеческому существованию, выбору и подлинности. Для Бультмана важна не историческая достоверность библейских событий, а то, как они влияют на экзистенциальное положение человека, на его отношение к жизни и другим людям и к Богу. Вера как акт экзистенциального решения. Вера для Бультмана – это не принятие догматов или исторических фактов, а акт экзистенциального решения. Это личное решение человека – жить в подлинности перед Богом, принять свою конечность и свою ответственность. Критика объективизма. Бультман отвергает идею объективного научного подхода к изучению Библии, который был популярен в либеральной теологии его времени. Он утверждал, что невозможно понять смысл Писания с помощью объективного исследования, потому что религиозные истины выходят за пределы рационального мышления и научного анализа. Следующий автор, очень похожий на предыдущего, это Пауль Телех. Был немецким философом и теологом, чьи работы охватывают темы экзистенциализма, религии и культуры. Его философия объединяет элементы христианской теологии и экзистенциальной философии, предлагая глубокие размышления о человеческом существовании веры и смысле жизни. Основные идеи Телеха. Система символов. Телех утверждал, что религиозные символы и образы имеют значительное значение для понимания человеческого опыта. Он считал, что эти символы могут помочь людям осознать свою связь с божественным и собой. Бытие и ничто. В его работах «Система философии и динамика культуры» Телех исследует концепции «бытие и ничто», утверждая, что страх перед ничто является основным двигателем человеческой экзистенции. К Хайдегеру возвращаемся. Религиозная свобода. Он акцентировал внимание на свободе личности и важности выбора в контексте веры. Телех считал, что истинная религиозная вера не является слепым следованием, а представляет собой осознанный и свободный выбор. Центральная идея сущности. Телех утверждал, что сущность человека не может быть сведена к материальным аспектам или биологическим факторам. Он подчеркивал важность духовного и культурного измерения в понимании человеческой сущности, кризис культуры. В своих работах он также обсуждал кризис культуры, вызванный современными изменениями, включая войны и социальные изменения. Он подчеркивал необходимость новой интерпретации религиозных и культурных символов в условиях современности. Следующий мыслитель это Мартин Бубер. Еврейский философ, известный своими трудами по философии, диалогу и экзистенциализму. Основная идея Бубера связана с различием между двумя типами взаимоотношений, которые он обозначил как «я-ты» и «я-оно». Через дефис пишется «я-ты», «я-оно». Эти термины представляют собой ключевую часть его философии и диалога, изложенной в его главной работе «я и ты» 1923 года. Основные идеи философии Бубера. Отношения «я-ты». В этих отношениях человек вступает в подлинный, непосредственный и живой диалог с другим человеком, природой или даже Богом. В отношении «я-ты» другой воспринимается не как объект, а как субъект. Эти отношения основаны на взаимности и глубоком уважении. Такой контакт происходит вне рациональных категорий и предполагает встречу на уровне глубинной сущности, где нет дистанции между «я» и «ты». Отношения «я» и «оно». Здесь человек взаимодействует с другими, как с объектами, которые можно анализировать, классифицировать и использовать. Это функциональные, инструментальные отношения, которые являются необходимой частью жизни, но лишены глубины и взаимности. В этих отношениях другой человек или предмет воспринимаются как объект для достижения целей или удовлетворения потребностей. Этот тип отношений преобладает в современной технократической культуре, где внимание направлено на манипуляцию мирами объектов. Бог как вечная «ты». Для Бубера высшая форма отношений – это отношения между человеком и Богом. Бог представлен как вечная «ты», к которому человек может обратиться в поисках смысла и истины. Однако эти отношения не могут быть рационально объяснены или сведены к теологическим догматам. Бубер подчеркивает, что Бог не может быть познан через объективные знания. Он может быть только пережит в непосредственном опыте взаимоотношений, социальные и политические взгляды. Бубер был не только философом, но и общественным деятелем. Он активно выступал за идею хасидизма, мистическое движение в иудаизме, которое он рассматривал как модель для общения и общинной жизни, основанной на духе взаимного уважения и братства. Бубер также был сторонником диалога между религиями и культурами и выступал за двунациональное решение конфликта в Палестине, что подразумевало мирное существование евреев и арабов на одной территории. Актуальненько! Актуальненько, безусловно. Джеймс Редфилд, американский писатель, наиболее известный благодаря своей книге «Селестианское пророчество» 1993 года, в которой изложена его философская концепция о духовной эволюции человечества. Основные идеи, которые можно выделить в философии Редфилда, включают духовное пробуждение и эволюцию. Редфилд считает, что человечество находится в процессе духовной трансформации и пробуждения. По его мнению, каждая личность способна перейти на более высокий уровень сознания и обрести более глубокое понимание Вселенной. Синхроничность и интуиция. Важная тема в его учении – это синхроничность. Но есть случайные, на первый взгляд, совпадения, которые на самом деле имеют глубокий смысл и являются знаками для пути к духовному развитию. Редфилд подчеркивает важность следования за своей интуицией и умением замечать эти совпадения, взаимосвязь энергий. Он утверждает, что все вокруг нас – это энергия. И люди могут обмениваться этой энергией. Человек должен стремиться к гармонии с окружающим миром, избегая попыток доминирования или энергетических конфликтов с другими людьми. Цель жизни – поиск высшего смысла. Редфилд утверждает, что у каждого человека есть духовная цель, связанная с поиском смысла и собственного предназначения. Процесс раскрытия этой цели требует внимательного отношения к внутренним и внешним знакам. Эволюция через осознание. Его книги рассказывают о том, как человек через осознание своей духовной природы и тесной связи с миром может выйти за рамки материального восприятия реальности. Философия Джеймса Редфилда имеет определенные параллели с экзистенциализмом, хотя их подходы к пониманию человеческого существования и смысла жизни отличаются. Основные точки соприкосновения и различия между ними, ну, они выглядят таким образом. Экзистенциализм, да, основной вопрос экзистенциалистов – это поиск смысла жизни. Редфилд тоже, у него есть акцент на поиске смысла жизни, соответственно, они здесь довольно похожи. Следующая тема – это свобода и ответственность. Экзистенциализм. Важным аспектом экзистенциализма является акцент на личной свободе и ответственности. Философия Редфилда присутствует тот же самый аспект – абсурд и гармония. Экзистенциалисты часто фокусируются на понятии абсурда, то есть на несовместимости между стремлением человека к смыслу и бессмысленностью вселенной. Редфилд, напротив, здесь отличие от экзистенциализма, видит мир не как абсурдный, а как глубокий и взаимосвязанный. Для него вселенная полна смысла и знаков, которые помогают человеку на его пути. И различие между индивидуальным и универсальным. Понятное дело, экзистенциалисты на стороне индивидуального. А Редфилд, он вносит порядок вот этого самого… Вы поняли, короче. Общего, абсолютного. Следующий философ, которого я, по мгновению волшебной палочки, вообще не совсем ввел в данный список. Обычно, я не знаю, в лекциях по экзистенциализму Чоран не упоминается, но это Эмиль Чоран. Эмиль Чоран. Не то, чтобы… Мне кажется, не очень важный мыслитель, но упомянуть его стоит. Все-таки эсэист известный, руминский философ и писатель, известный своим пессимистическим экзистенциальным взглядом на жизнь. Его философия охватывает множество тем, включая страдания, одиночество, бессмысленность жизни и природу человеческого существования. Вот несколько ключевых аспектов его философии. Пессимизм и экзистенциализм Чоран подчеркивает бессмысленность жизни и неизбежность страдания. Он считает, что человеческое существование наполнено страданиями и, следовательно, необходимо принять эту истину, чтобы понять свое место в мире. Неприемлемость жизни. В своих работах Чоран часто выражает идею, что жизнь – это постоянная борьба. Он рассматривает жизнь как абсурдное и трагическое явление, которое не стоит жить. Осуждаем, кстати, да? В этом контексте он высказывает симпатию к идеям самоубийства. Осуждаем. Как способ освобождения от страдания. Осуждаем. Вот у Камю, например, была наоборот борьба против самоубийства. И мы как бы устраиваем бунт против абсурда, и у нас все будет хорошо. Индивидуализм и одиночество. Чоран акцентирует внимание на индивидуальности и внутреннем мире человека. Он считает, что одиночество – это единственное состояние, которое позволяет глубже понять себя и окружающий мир. Отношение к времени. Время для Чорана – это враг, который постепенно уничтожает человека. Он рассматривает прошлое как источник страданий, а будущее – как нечто неизбежное и пугающее. Критика культуры и общества. Чоран критикует современные социальные и культурные конструкции, видя в них источник страданий и безумия. Он подчеркивает, что большинство людей живут в иллюзии, не осознавая истинной природы своего существования. Вот. Текст подошел к концу. Но я еще возьму на себя ответственность и порассуждаю о том, что мы сейчас, собственно, разобрали. Экзистенциализм. Экзистенциализм. Философское направление. Не школа философская. Она не едина во всем. При этом люди друг у друга так или иначе учились, судя по всему. Заимствовали друг у друга идеи различные. Что мы просто прозрачно видели в процессе, собственно, перечисления идей разных этих мыслителей. Но есть разночтение. У Чорона, например, никакого бунта против абсурда нет. Мир, безусловно, абсурден, но при этом он ужасен, отвратителен, он переполнен страданиями. В мире ничего хорошего вас не ждет. Только, только плохое, только ужасное, только отвратительное, только безумное, только страшное. А также есть и такие позитивные ребята. Это позитивные ребята, которые, наоборот, рассматривают это с точки зрения какого-то спасения. Особенно какие-нибудь религиозные мыслители. Начиная с Кирки Гор и, несмотря на весь ужас, отчаяние и все остальное, в их философии сохраняется надежда. Экзистенциализм действительно крайне литературен. Большинство представителей экзистенциализма, если напрямую не были литераторами, то писали тексты крайне литературно. Экзистенциализм это философия на границе с литературой. И поэтому, вообще неудивительно, что экзистенциалисты очень часто отсылаются к разным писателям, в том числе к Федору Михайловичу Достоевскому, где персонажи как раз мучаются разными экзистенциальными, если можно так выразиться, проблемами. Проблемами выбора. Проблемами, после которых они, не знаю, несут груз своих собственных действий, последствий. Как, например, Раскольников в преступлении и наказании. То есть, он совершает свободный выбор, получается, и страктуем в рамках экзистенциализма. С Сартера, например. Он совершает свободный выбор Раскольников. А потом, как бы, сталкивается с последствиями. С физическими последствиями, которые значительно портят его жизнь. Ну и с духовными последствиями, потому что он сам не может смириться с тем преступлением, которое он совершил. И на фоне этого у него образуются уже какие-то проблемы. То есть, он напрямую сталкивается с проблемами своего собственного свободного выбора. Эти параллели, опять же, миф о Сизифе, мифы, какие-то обсуждения других литературных произведений, выражения своих философских идей внутри текстов прозаических, причем сугубо прозаических текстов. То есть, опять же, обсуждение этой самой свободы. Почему оно так происходит? Почему экзистенциализм настолько литературен? Потому что экзистенциализм про человека. Причем про человека в той его эманации, красиво выразился, да, в той его эманации, в той его ипостаси, лучше даже сказать, в той его ипостаси, в которой он является не биологическим организмом, в которой он является не чем-то, что исследует биология, а в том смысле, в том ракурсе, в каком он является человеком гуманитарным, так скажем, стадия гуманитарис, да, такой духовным. Духовным. Духовным, опять же, в кавычках, духовным. Действующим, принимающим решения, размышляющим, ищущим поиск, ищущим смысл своей жизни. И поэтому экзистенциализм, он хорошо ложится в литературу, потому что в литературе многое из этого уже, во-первых, как будто бы и было, оно уже было, да, поиск смысла, решений, мотивации, выборы, последствия этих выборов. Это уже изначально было в литературе. Только экзистенциализм пытается оформить это в рамках философии. Причем кто-то прям пытается это по-философски сделать, как Жан-Поль Сартер в тексте «Бытие и ничто», который, если вы хотите узнать про экзистенциализм больше, я рекомендую именно этот текст. Или как Камю, например, это делает, но Камю это делает более литературно. Даже его в эти самые философские эссе, они крайне литературно, они переполнены описаниями. Хотя у Сартера «Книжка бытие и ничто» тоже переполнены описаниями, и тоже это бесконечная апелляция к Пьеру. Пьер, 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 один Пьер только. Один бесконечный Пьер, который то присутствует в кафе, то отсутствует в кафе, и мы на фоне этого Пьера обсуждаем бытие и его отсутствие. Да, как-то так. Ну, в общем-то, роль экзистенциализма, наверное, не так велика в области самой философии, ну, если не учитывать саму философию экзистенциализма. Да, философия экзистенциализма влияет в основном на экзистенциализм. Сколько на вообще, в принципе, искусство, культуру, общество, отдельных людей. Если вы ищете какую-то философию, которая поможет вам разобраться в жизни, да, так скажем, понять, что к чему, каков смысл жизни, например, вот вы ищете смысл жизни, вам кто-то скажет, смысла жизни нету, и многие из них будут стать экзистенциалистами, а кто-то, будучи экзистенциалистом, скажет, что смысл жизни есть, надо просто правильно проживать вот свою экзистенцию. Короче, если вы хотите погрузиться в эти самые поиски смысла жизни, это один из вопросов экзистенциализма. Я бы сказал, что это во многом практическая философия, да, философия жизни, философия, которую мы применяем к самим себе прежде всего, это не абстрактная философия про какие-нибудь там небесные тела, типа натурфилософская, да, там про стихи, про метафизику Бога, который находится где-то там за пределами всего сущего, он нам недоступен, и мы просто такие здесь сидим и не знаем, гадаем, есть он или нет, пытаемся аргументы придумать, да. Экзистенциализм – это философия здесь и сейчас. Это философия для тебя, конкретно прямо сейчас, да, когда ты размышляешь о разных проблемах в своей жизни, когда пытаешься решить, что тебе делать, как тебе быть, какой выбор совершить, имеешь ли ты право на тот или иной выбор вообще в принципе. Это философия для тех, кто решает такие вот, в каком смысле простые, но для некоторых неочевидные житейские проблемы. И ее можно использовать. То есть многие жалуются на то, что философию использовать нельзя. Философия вообще невозможно использовать, да. Сидят себе какие-то мужики, рассуждают о какой-то ерунде, какой-нибудь еще убермаргинал сверху добавит, что вот эти континентальные философы – это просто мужчины, рассуждают о своих эмоциях. Но, к сожалению, здесь нет понимания вот одной очень важной вещи. Именно рассуждение об этих самых эмоциях для многих людей оказывается самым главным. Многим людям важно разрешить свои эмоциональные проблемы и парадоксы, какие-то внутренние конфликты. Экзистенциализм – это философия для людей, именно вот в таком вот большом смысле, с большой буквы, да, для людей, в смысле вот людей не телес каких-нибудь, и не ходячих калькуляторов, рационалистов, да, многие из которых действительно сидят в кабинетах и решают исключительно надуманные проблемы. Ну, надуманные в смысле спекулятивные, такие вот абстрактные, которые напрямую их жизни не касаются. А экзистенциалист, он вам будет рассказывать то, что касается вашей жизни, то, что касается ваших эмоций. Да, взрослые дяди рассказывают вам про свои эмоции, пытаются эти эмоции структурировать, проанализировать, понять, понять смысл своего бытия, своей свободы, осознать, что можно делать, что нельзя. Вообще, в принципе, все можно в каком-то смысле делать, но ты за все понесешь ответственность как бы, да, перед кем ты находишься. Некоторые экзистенциалисты считают, что Бог есть, некоторые считают, что Он нет. Куда мы заброшены, почему мы заброшены сюда, соответственно. Вообще, не почему. На самом деле, не почему. Нету никакой закономерности, видимо, нашей заброшенности. Мы просто заброшены куда-то. И нам с этим приходится иметь дело, принимать свободные выборы, да, решения свободные принимать. Экзистенциализм при всей своей литературности и вроде бы отдаленности от того, что мы обычно называем философией, он все-таки, он все-таки крайне прагматичен. Он крайне полезен для многих людей. И это уже мы как бы можем посмотреть на то, как размышления того же Ясперса, идеи Ясперса в области экзистенциализма перекочевали в психиатрию и вообще, в принципе, образовали отдельное направление экзистенциального анализа, да, тоже, что интересно. Хайдеггер, в свою очередь, породил огромное количество разных мыслителей и оказался предельно влиятельным человеком вообще во всей континентальной философии. Хайдеггер, наверное, да, самый влиятельный мыслитель в континентальной философии по количеству ссылок, обращений, цитат и всего остального. Именно в континентальной. И таким вот образом, таким вот образом оказывается, таким образом оказывается, что экзистенциализм, если мы вообще вносим туда и Хайдеггера, Ясперса, мы точно туда вносим, если мы вносим туда Хайдеггера, да и Камью, и Сартра, оказывается крайне продуктивным и прогрессивным. И даже в философии Симоны де Бавуар вроде бы, а что может быть практичнее, чем политическая философия? Да, еще Аристотель про политическую философию относил к философии практической. Симон де Бавуар постоянно опирается на экзистенциализм с артерианского такого толка, рассуждает тоже о свободе, выборе, рассуждает о другом, о том, как, собственно, мужчины видят в женщинах объекты, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Очень многое вот в феминизме Симона де Бавуар тоже проходит через экзистенциализм и позволяет во многом обосновать его практики, и даже не просто обосновать его практики, а актуализировать эти практики и сделать эти практики более существенными, что ли. Мы не просто воюем за нашу свободу, а мы проясняем, что такое свобода, в смысле экзистенциализма в данном случае. Это свобода выбирать, свобода выбирать. Вы имеете, женщина, вы имеете выбор, вы можете выбирать, вы можете не выходить замуж, вы имеете свободу репродуктивного, всего, да, соответственно, вы можете выбирать рожать, не рожать, можете принимать решение, делать аборт или нет, но это уже скорее может быть для более поздних этапов, я не помню, чтобы Симона про аборты рассуждала, потому что, ну, я, честно говоря, один раз читал второй пол, и я не то, чтобы его наизусть помню. Так вот, это глубоко практическая философия, во многом в этой своей практичности восходящая к эллинистическим школам. Вывод такой, да, получился вот такой вот. Друзья, спасибо вам большое за то, что слушали мою лекцию, большое спасибо еще раз Виталию Скорику за заказ этой самой лекции, большое-большое спасибо, лекция получилась довольно обширная, мы упомянули очень большое количество разных персоналей, у меня лекции по философии 20 века, ну, она есть, но она большая, скомканная и такая вот. Теперь, да, мы расширили лекции по философии 20 века, у нас и по аналитической философии стало больше лекций, и вот про континентальную философию речь зашла, и сейчас мы довольно подробно отработали разные персоналии, причем даже те персоналии, которые во многих учебниках не упоминаются, соответственно. Мне кажется, для двух часов мы потратили время довольно продуктивно, вот, разобрались в основных категориях экзистенциализма, коснулись основных мыслителей экзистенциализма и некоторых даже не основных, показали огромное количество следствия этого экзистенциализма, показали его пользу, соответственно, его отличие от других философских направлений и течений. Я думаю, задача двухчасовой лекции только что была максимально выполнена. Пока-пока, всего вам доброго, приходите ко мне на стримы, на стримы мы обсуждаем философию и не только, разные экзистенциальные проблемы иногда обсуждаем, но это реже, на самом деле, я, я на самом деле, ну, все время закончилось, да, я довольно неэкзистенциальный человек, на самом деле, в этом плане, экзистенциализм мне духовно не близок, так скажем, но я признаю его значительность. Спасибо за то, что меня слушали, друзья, всего вам доброго. Спасибо.